Школа «Мы с доброй надеждой» оправдала свое название. Приемка учебного заведения прошла, как говорят в таких случаях, сладко-догладко. Существенных замечаний учебному заведению ни одним из представителей надзорных органов вынесено не было. За исключением пожеланий от представителей Роспотребнадзора. Санитарная служба рекомендовала раз в год привлекать специалистов по ревизии канализационных и вентиляционных систем, а также провести повторный анализ питьевой воды. На твердую четверку приемная комиссия оценила и подготовку школы номер 17. Отдельное внимание уделялось кабинетам начальных классов, в которых, согласно федеральным стандартам, должны быть обустроены уголки отдыха. Техника безопасности в кабинете химии и оснащения в столовой комиссию также удовлетворила. С первого раза, но с рекомендациями, комиссия приняла и школу номер 2. Замечание рекомендательного характера относительно замены напольного покрытия вновь было вынесено одновременно двумя надзорными органами. Роспотребнадзором и Госпошнадзором. Приемная комиссия одобрила подготовку школы, но осенью учебные заведения вновь подвергнутся проверкам со стороны все тех же надзорных органов, а значит, существует вероятность появления новых предписаний. Сейчас с первого сентября наступают силы новые санпины, ужесточающие требования к школам и к образовательному процессу. Поэтому, прямо начиная, наверное, с пятого сентября, Роспотребнадзор пойдет опять по школам, и это новые предписания. Требования Госпошнадзора тоже в связи с последними событиями. Если линолеум, то он должен соответствовать противопожарным индексу. Следовательно, экзаменационная пора для самих школ наступит задолго до окончания учебного года, в течение которого они будут подвергаться плановым проверкам. Продолжение следует...